Так они изображают родной край. Чистые реки и озера, леса, поля, воздух. Школьники совсем еще дети, но уже экоактивисты. Их объединяет стремление защитить окружающую среду, сделать мир лучше, чище. Чтобы люди понимали, насколько важно следить за экологией, просто не выкидывать фантик хотя бы. Экоидея – масштабный фестиваль, объединяющий неравнодушных людей, школьников, студентов, педагогов, защитников природы со всех уголков Подмосковья, кто уже сегодня заботится о том, каким будет завтра. Организованный МОЗ облдумой в год ее 30-летия и в преддверии профессионального праздника экологов фестиваль стартовал на Щелковской земле в усадьбе Гребнева. Муниципалитет был выбран не случайно. По одному из самых главных экологических нацпроектов «Оздоровление Волги» проводится модернизация щелковских межрайонных очистных сооружений. Глава округа Андрей Булгаков вместе с депутатами Госдумы и МОЗ облдумы осмотрели площадки фестиваля. Одна из главных целей – повышение экологической грамотности молодежи. Для этого в регионе делается многое, и теперь экологическое просвещение планируется закрепить на законодательном уровне. Цель сегодняшнего мероприятия в том числе на этих площадках отработать стандарт образования экологического, который должен быть внедрен, и мы осенью уже основываясь в том числе на этой площадке, как уже на экспертном уровне, для выработки стандартов и определения уже, что у нас должно быть прописано в законе, будем уже этот закон принимать, основывая и закладывая те самые стандарты экологического образования. Для будущего поколения очень важно, чтобы это было у них, как это говорят в простом народе, в крови. А это детский сад, а это семья, а это школа. И вот в этом отношении мы выбрали именно вот это направление, потому что новое поколение будет видеть новую отрасль, и они должны уже себя вести соответствующим образом. Подмосковье – лидер по переработке отходов в стране. 6 миллионов тонн мусора удалось переработать в Московской области за три года. Сегодня в регионе закрыты все 39 полигонов ТКО, 17 уже рекультивированы. Это никогда не было бы возможно без одного простого шага, который делает сегодня практически каждый житель Московской области. Без того, чтобы мы не начали разделять отходы. Это все связано с вашим будущим, ребят. Я рад, что вы сегодня не только активисты, но и, наверное, пропагандисты того, насколько мы бережно должны ко всему относиться. К участникам фестиваля обратились космонавты МКС. С орбиты можно оценить не только красоты Земли, но и наблюдать за экологической обстановкой на планете. С орбиты отчетливо видны масштабы пожаров, вырубки деревьев в лесах. Все то, что оставляет после себя неразумно использующие дары природы человек. Обратить внимание не только на положительные моменты, но и, конечно, на проблемы окружающей среды, связанные с жизнедеятельностью человека, но чаще его беспечным, а порой и просто варварским отношением. Здесь на фестивале представлена различная техника. Вот, например, эти машины охраняют лес от распространения огня. Лето – горячая пора. Возгорание в лесах, что ни для кого не секрет, происходит в основном по вине отдыхающих граждан. Бывает каждый день, бывает через день, в зависимости, какой очаг пожарует, сколько лет, площадь какая горит, 0,8-0,6 гектаров. То есть практически каждый день человек устраивает. На защиту лесных массивов и в целом природных богатств родного края. Ради их сохранения и обогащения встают и экоактивисты. В нашем городском округе эта работа ведется активно. То, что мы сейчас делаем, действительно, оно не просто на пике популярности, оно необходимо. И очень радостно, что столько профессионалов своего дела собралось сегодня здесь, на территории Щелковского городского округа. В нашей школе она, в принципе, очень маленькая, но даже начальная школа уже стали принимать участие в сортировке мусора, в сборе макулатуры, крышки тоже собирают. Самое главное – сортировать мусор и не мусорить вообще. Фестиваль – не разовая акция. Он говорит о той большой работе, которая уже была проведена, о том, что делается прямо сейчас и что придется воплотить в реальность. Анна Балиет, Лилия Тимеева, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.